Довольно часто, играя в разные игры, можно наткнуться на баги. Это вполне нормальное явление, ведь баги есть в каждой игре. Под багами мы обычно подразумеваем какие-то недоработки и ошибки. Однако есть один человек, у которого происходят слишком странные и необъяснимые баги в игре Гаррис Мод. Канал так и называется. С моим Гаррис Модом что-то не так. Давайте посмотрим, что происходит на этом канале, и попробуем разобраться. Приятного просмотра! Канал был создан 4 декабря 2021 года. В описании сказано, что канал является археем странных сбоев и событий, происходящих в копии игры автора, которые, похоже, связаны с конкретным ученым Half-Life. А также он просит помощи, если кто-то сталкивался с подобным. В первом видео игрок находится в какой-то лаборатории. Мы видим два NPC, один из которых пропадает, и появляется сам игрок. Он ходит по этой лаборатории, как будто что-то ищет. Далее он подмечает, что он приехал сюда на лифте, но почему-то его здесь уже нет. Он заходит в этот лифт и начинает ехать наверх. Он приезжает, и там происходит это. Резко из-за угла на игрока выбегает ученый с ломом, и игра крашится. В описании автор пишет следующее. В этом видео игрок показывает, как менять позу рэгдолом. Стоит отметить, что это опять тот же ученый из прошлого видео. В один момент он удаляет этот рэгдол и спавнит новый. Тот резко встает, и игрок выходит из игры. Видео заканчивается. В описании игрок пишет, что хотел сделать туториал по тому, как сделать позу рэгдолом. Но потом произошло это. Видео начинается с того, что игрок спавнит клянера на карте Констракт. Он ставит его возле какой-то установки и отходит. Далее он включает искусственный интеллект на сервере. И клянер начинает бежать в знаменитую темную комнату. Он растворяется в темноте, и игрок начинает бежать вслед за ним. Он приходит в комнату, останавливается. И в этот момент мы можем услышать очень тихие шаги. Очевидно, что клянер уже убежал очень далеко. Но куда он мог убежать, если там везде тупик? Игрок осматривает комнату, как вдруг начинает играть нагнетающий эмбиент. Затем он находит странную стену. И попытавшись сломать ее, он открывает проход в секретную комнату. Это помещение похоже на какой-то подвал, либо же бункер. Ни одна из дверей не открывается. И когда игрок приходит к последней двери, мы видим за ней кромешную тьму. Игрок включает фонарик, закрывает дверь и начинает идти по мрачному подвалу. На стенах и полу везде кровь. В первой же комнате мы видим компьютер, выбитую дверь и картины. Игрок приходит в конец, где видит решетки, за которыми находится дверь. Затем мы видим кучу мусора, и осталась последняя дверь. Снова здесь этот ученый. Я так понимаю, что он и дальше будет преследовать игрока на протяжении всех видео. Да и уже очевидно, что это далеко не баги. С его гаррисмодом действительно что-то не так. Видео начинается с того, что игроку с неба падает радио. А также мы видим кляйнера, который сидит за столом. Игрок включает радио, и там начинают проигрываться странные звуки. Эти звуки являются кодом Морзе, который переводится как «Ты сделал меня таким». После этого незаметно для игрока меняется рэгдол с кляйнера на того самого ученого. И на этом видео заканчивается. В этом видео игрок просто спавнит разные объекты. Он делает поезд, после чего спавнит зомби, убирает его, и происходит странный момент. Экран чернеет, однако мы все еще видим здоровье игрока и прицел. Как оказывается, игрока переместило в ту самую секретную комнату. Выход за спиной игрока оказывается закрыт. По сути, игрок просто попал в ловушку. Он решает включить ноуклип и просто пролететь сквозь это здание. Однако ничего не выходит, его просто возвращает обратно. Он пытается заспавнить хоть что-то, но у него ничего не получается. Это ловушка, из которой выбраться не представляется возможным. Все, что остается, это идти дальше по дверям и искать выход. Первая дверь оказывается закрытой. Игрок подходит к решеткам. И тут мы можем понять, что он попал за них. То есть, в прошлый раз он был на другой стороне. Игрок пытается открыть вторую дверь. Как вдруг, кто-то начинает ломиться в первую. Игрок подходит к решеткам. Игрок подходит к решеткам. Игрок подходит к решеткам. Игрок пытается открыть вторую дверь. Как вдруг, кто-то начинает ломиться в первую. Игрока это очень сильно пугают. Дверь выбивают. И наступает полнейшая тишина. Игрок подходит к этой двери. И видит там небольшую комнатку с кровью на полу и стенах. Ходя по этому бесконечному лабиринту, он снова натыкается на голову ученого. И начинает убегать. После этого он снова оказывается на обычном констракте. В описании игрок говорит следующее. В этом видео игрок делает требушет на карте Flatgrass. Кто не знает, требушет это такая метательная машина. В один момент мы можем увидеть, как кто-то выглядывает из-за стены вдалеке. И быстро исчезает. Игрок с опаской идет проверять, кто там прячется. Мы снова видим этого ученого. Почему-то именно этот персонаж преследует игрока. Непонятно почему и как это происходит. Возможно, что это какой-то призрак, который перешел в игру, как это было в ARG Old Minecraft Reaplots. В описании автор сообщает, что записывал видео о том, как он делает требушет, чтобы отправить своему другу. Но потом произошло это. Видео начинается с того, что мы видим работающих ученых в очередной лаборатории. Игрок начинает ходить по этой лаборатории и осматривать все вокруг. В один момент происходит громкий глич. И снова появляется голова ученого. В описании написано следующее. Это произошло случайно, когда я делал рандомные вещи. Большинство NPC на карте исчезали, когда я ходил. Обычно на карте больше ученых и несколько офицеров службы безопасности. Я не записывал, когда это началось, поэтому нет никаких записей. В этом видео игрок экспериментирует с Рэгдоллом. Он примеряет ему разные головы. Но когда он решается поставить Рэгдоллу голову ученого, то ничего не выходит. Игрок спавнит его заново, но и в этот раз у него ничего не получается. Почему-то именно эта голова не хочет ставиться. Игрок бросает это дело. Как вдруг происходит громкий глич. И обернувшись, мы видим того самого ученого. И теперь игрок не может поставить других голов, кроме этой. Он удаляет этот Рэгдолл и спавнит его через менюшку. Однако вместо ученого появляется Клайнер. Игрок снова пытается что-то в нем менять. И на этот раз удачно. И затем... В описании игрок пишет. Недавно я проводил эксперименты, чтобы посмотреть, произойдет ли что-нибудь. И сегодня произошло две странных вещи. В этом видео показываются скриншоты игрока. И что неудивительно, на каждом из них прячется этот ученый. Продолжение следует... Видео начинается с того, что игрок спавнит Клайнера. И меняет ему скин на ученого. Игрок решил воспользоваться советом из комментариев. Пользователь под ником Drac написал следующий комментарий. У меня есть решение для Рэгдолла, в которое исходит с ума. Просто напугайте их инструментом удаления. Это должно заставить их успокоиться. Игрок ставит Рэгдолла в нормальную позу и берет инструмент удаления. Затем он нажимает на кнопку и Рэгдолл удаляется. Он спавнит ученого еще раз. Ибо пытавшись удалить его в этот раз, начинаются гличи. И игрок попадает в закрытую комнату с дверью и компьютером. В дверь кто-то сильно ломится. Свет мигает. И на стене написано... Это не остановит меня. Затем мы слышим крик и видео обрывается. В этом видео игрок просто ходит по той самой секретной комнате на карте Констракт. И показывает некоторые странности. Мы можем видеть выбитые двери и решетки. Затем мы видим ту самую комнату из прошлого видео. И лежащий в ней труп. Также еще один труп находится в коридоре. Игрок поднимается на второй этаж. И резко, прямо перед лицом игрока, пролетает голова ученого. Игрок не решается идти за ней, просто уходит. Когда игрок выходит из этого помещения, сверху появляется надпись о том, что что-то создает ошибки. Происходят гличи и игра крашится. На этом заканчивается последнее видео. Это очень интересно, поскольку вообще непонятно что это. Почему у этого игрока такое происходит? Кто-то думает, что это из-за аддона на этого ученого, что мол могли такое в аддон добавить. Кто-то думает, что это призраки в игру вселились. Однако, что это именно на самом деле, мы пока не знаем. Но я надеюсь, что когда-нибудь узнаем. Потому что по заявлению игрока, у него опять сломался комп, и он не может снимать дальше. Последнее видео выходило 3 августа прошлого года. И я надеюсь, что он наконец починит свой комп и продолжит снимать дальше. Ну а на этом в принципе все. Спасибо всем за просмотр этого видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok